Итак, что наши жители думают о присяге чиновников? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в студии депутаты областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, как вы считаете, будет ли принесение присяги чиновниками эффективным механизмом в борьбе с коррупцией? И вот какие результаты мы получили на сайте 29.4. 7% будут эффективными, 88% нет и 5% затруднились ответить. А сегодня мы хотим поговорить об одном креативном решении торговцев алкоголем, которое с недавнего времени реализуется в Архангельской области. На одной из Архангельских улиц появился некий автомат по продаже спирта, содержащих косметических лосьонов. За последние три года с проблемой так называемых фунфыриков столкнулись в Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Тыва, Свердловской, Вологодской, Кировской, Ульяновской, Липецкой и Пензенской областях. И вот эта волна докатилась до нашего региона. В ответ на запрос в интернете «Косметические лосьоны» поисковик выдает множество рекламных сайтов оптовиков, готовых отгрузить товар объемом от половины фуры. Судя по информации на сайтах, это продукт отечественного производства, выпускается во Владикавказе, Беслане, Минеральных Водах. Оптовая цена от 8 рублей 30 копеек за 100 мл. Поставщики при этом подчеркивают, что в составе лосьонов этиловый спирт класса «Люкс», который гарантирует потребителям полную безопасность и комфортное использование. Анотации на товар написаны с душой. Мягкий запах говорит о зерновом сырье, о качестве очистки, об отсутствии примесей. Лучше всяких слов. Но главный секрет успеха – в конструкции стеклянного флакона. Цитирую с сайта. «Широкое горлышко облегчает использование и придает классический, легко узнаваемый и, самое главное, любимый вид нашим лосьонам». Мы не рекламируем случайно лосьоны, сразу захотелось попробовать. Мы дальше расскажем о том, насколько они вредны. Как подчеркивают оптовики, эту высокомаржинальную продукцию можно законно продавать в ночное время и в торговых точках, не имеющих алкогольной лицензии. Казалось бы, не все так страшно, но страшно, исходя из двух факторов. В 2014 году спиртовые настойки, не предназначенные для приема внутрь, унесли по всей стране жизни 45 тысяч человек. Потери 2015 года еще подсчитывают. Ну и второй страшный фактор. В этих автоматах бутылочки покупают и пьют наши дети. Сейчас аптечные настойки, лосьоны, одеколоны и тому подобные жидкости составляют порядка 30% крепкого спиртного, употребляемого россиянами. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн говорит, что употребление лосьонов в качестве выпивки чревато возможными ожогами пищевода, дыхательных путей и отравлениями. Но самое главное, продажа такой губительной продукции абсолютно законна на сегодня. В соответствии с действующим законодательством, на продажу косметических лосьонов в таре не более 250 мл не распространяется действие федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. На уровне города и даже области этот вопрос решить сейчас никак нельзя. Сейчас федеральное законодательство разрешает субъектам Российской Федерации определять, в какое время можно торговать спиртными напитками и в каких местах. Продажу же алкогольных лосьонов мы пока регулировать не можем. Но можем внести в Госдуму поправки в законодательство, позволяющий дать право каждому субъекту самим вводить ограничения и в отношении аптечных настоек, одеколонов, лосьонов и других спиртосодержащих продуктов. С такой законодательной инициативой планируем выступить на ближайших сессиях областного собрания. Ну и в заключении нашей передачи крайне печальная новость. Вчера на трассе Архангельск-Северодвинск в районе так называемого коридора смерти вновь произошла авария. Есть погибший 19-летний северодвинец Андрей Карельский. По словам очевидцев, беда вновь случилась по вине отбойников. Установленных, несмотря на мнение областного ГИБДД, с обеих сторон от дороги в местах так называемых сухих болот. Порядка трех километров на участке Северодвинска-Рикотиха. Автомобилям просто некуда деваться с трассы. Пока Архавтодор рассказывает о ГОСТах и о том, как все правильно установлено, люди продолжают гибнуть и их жизни уже не вернуть. Наши соболезнования родным и близким. Мы со своей стороны, с неравнодушными и активными жителями Архангельска и Северодвинска собрали уже более двух тысяч подписей и передали их в правительство региона. Сейчас ждем скорейшего решения этого вопроса. И ближайшее совещание по этой теме назначено на 21 июня. О его итогах мы расскажем в нашей передаче. Хочется спросить руководство Архавтодора, сколько еще людей должно погибнуть на этой трассе перед тем, как будет принято решение о демонтаже этих отбойников. Ну и в конце мы хотим обратиться ко всем нашим жителям. Как вы считаете, как надо поступить в сложившейся ситуации? Первый вариант. Мы за отбойники надо соблюдать зачастую устаревшие ГОСТы. Второй вариант. Мы против отбойников. Надо сделать дорогу максимально безопасной и демонтировать их. И третий вариант. Затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях, в Facebook и ВКонтакте. Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы также видите адрес электронной почты, на которой мы всегда ждем ваши отзывы. Берегите себя и всего вам доброго. До свидания.